В Москве сегодня встретили российских фигуристов, победителей и призеров чемпионата Европы, который завершился в Братиславе. У нашей команды медали во всех видах, но триумфаторы соревнований представительницы женского одиночного катания. Они заняли весь пьедестал. Наша Женя лучше всех, ее ждет всегда успех! Победительницу чемпионата Европы в женском одиночном катании Евгению Медведеву встречают одноклассники. Они болели за нее все вместе и все вместе пришли поздравить. После выступления этой хрупкой брюнетки спортивная пресса в шутку отмечает, что теперь лучшим фигуристкам мира остается только точить коньки и зубы. Я еще, наверное, долго не буду осознавать то, что я выиграла чемпионат Европы. Сказать, что я очень рада и счастлива, наверное, ничего не сказать. Серебряным призером стала Елена Родионова. Она каталась под музыку из фильма «Титаник». А вот Анна Погорилая свою бронзу добывала в прямом смысле кровью. Спортсменка дважды упала во время произвольной программы и продолжала кататься с разбитыми коленями. Приятно, что Россия занимает уже второй раз подряд все три места в женском катании. Пока только переполняют хорошие эмоции. Этот чемпионат Европы действительно триумфальный для нашей сборной. В общем зачете мы стали первыми, завоевав 7 медалей. При сравнении у наших ближайших конкурентов, Франции, Испании, Италии, Германии, всего по одной. Долгожданной была победа спортивной пары Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Из-за травмы они пропустили несколько соревнований в этом сезоне. И вот даже после перерыва пара не оставила шанса своим соперникам. Для фигуристов это уже четвертое золото европейского первенства. Это при том, что налет Татьяны выходила с температурой. А за минуту до старта у нее пошла кровь из носа. Но свою программу спортсмены откатали так, что никто из болельщиков и судей этого не заметил. А в танцах на льду пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева заставила зрителей плакать. Пронзительная история любви, рассказанная ими в произвольной программе, принесла нашей стране бронзу. Все очень поддерживают. Очень здорово, что нашу программу так воспринимают. Из-за этого хочется кататься каждый раз при уникновении. В мужском катании среди россиян лучшим стал Максим Ковтун. Он занял третье место, но признается, хотел и мог лучше. Свой результат спортсмен планирует превзойти на ближайших соревнованиях. Уже через два месяца стартует чемпионат мира. Он пройдет в американском Бостоне. Там наши спортсмены встретятся с лучшими фигуристами из Китая, Японии, Америки, Канады. И от накала эмоций и высокой конкуренции на холодном льду, как всегда, будет жарко. Ольга Паутова, Роман Хроленко, Артем Тихонов и Наталья Сидорова. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова